Через пару дней у вас день рождения, вообще для вас. День рождения это грустный праздник? День рождения это праздник в первую очередь моих родителей. Я всегда горю огромный букет цветов моей маме и со славами спасибо за то, что родители дали мне возможность присутствовать в этом мире. В этом году будете традиционно отмечать кругу семьи? Я консервативен в традициях и в этом году традиции ломать не буду в узком семейном кругу. С детьми, с женой я буду встречать день рождения. Активно или пассивно? Я думаю, что в этот день будет много игр. С детьми пассивно встречать день рождения невозможно. А Владимир будет присутствовать и не получится на этот раз? Думаю, что получится. А вообще вы отмечаете день рождения всегда вместе или бывает, что не получается у кого-то? Бывают разные жизненные обстоятельства, когда день рождения невозможно отметить в полном кругу, но стараемся отметить всегда, чтобы присутствовали все. Хотя бывают разные варианты. Наверное, если никогда не получается, брат первый поздравляет брата или звонком или смс-кой. В первую очередь мы поздравляем нашу маму, наш день рождения. Я знаю, что после того, как вам подарили мотоцикл, вы увлеклись мотоспортом и сейчас можете дать даже фору некоторым байкерам. А были еще подарки, которые, возможно, изменили ваши привычки, принесли что-то новое? Да, действительно, но этот мотоцикл дарили не мне, этот мотоцикл я дарил брату. Но и сами заодно. И сам заодно стал байкером. А вообще, какие подарки вам запомнились больше всего, что может растрогало до глубины души? Самый главный подарок не может измеряться ни материально, ни объемом, ни весом. Подарки измеряются эмоциональной составляющей. Иногда одна очень маленькая вещь может перевесить многотонные подарки. Эмоции. Эмоции не имеют ценности, не имеют весов, они бесценны. А что дарят близкие, те же дети? Рисовали что-нибудь или, может, песенки пели? Свой рисунок, свое творчество. Эмоции – это самое главное, что можно подарить. Огромное спасибо за интервью. В преддверии дня рождения хочется пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, чтобы вы продолжали мечтать и ваши мечты в будущем сбывали. Самое главное – оставаться мечтателем. И более того, те мечты, которые ставишь перед собой, они должны быть реальны. Даже для тех, кто думает, что эти мечты нереальные, ты можешь доказать, что нет ничего невозможного. Отлично.